Сегодня я расскажу на чем на самом деле держится все кинопроизводство, зачем нужен сэндбэк, как наука помогает нам наполнить сэндбэк и зачем нам нужен мешок бабла. Всем привет, вы на канале Владимира Приходько, я режиссер и оператор. На этом канале я буду делиться своим съемочным опытом и рассказывать веселые истории из своей жизни и работы. Сегодня поговорим о самой базовой вещи, основе основ, краеугольном камне всего кинопроизводства, о сэндбэге. Также я расскажу, чем же его лучше набить. С английского сэнд это песок, бэк это мешок. Вместе сэндбэк или песок-мешок. У вас может возникнуть справедливый вопрос, а зачем нужен мешок с песком? Это типа прикол, чтобы поржать? Сэндбэк это очень важная вещь, которая обеспечивает нашу безопасность. Одной из функций сэндбэга является утяжеление. Его кладут на ножки систендов и иных стоек, чтобы вся конструкция стала более устойчивой. И самое главное, чтобы дорогостоящее оборудование не упало и не разбилось. Это может нанести миллионный ущерб. Всегда на съемочной площадке сэндбэгов в изобилии. 20-30 штук как минимум. В свою небольшую студию я также купил сэндбэг. Но он, само собой, был пустой. Я задумался, а чем же его лучше набить? Существует несколько вариантов. Чаще всего сэндбэги наполняют обычным песком. В моем мире песок может найтись на детской площадке в песочнице вместе с какашками песиков и котиков. Это мой мир. Он такой. Если честно, я даже не знаю, откуда его берут ренталы, у которых там типа 300 мешков в пуле. Может быть, они машину песка заказывают. Есть также более премиальный вариант. Сэндбэг с кварцевым песком. Кварцевый песок. Если такой песок высыпется из сэндбэга, вы почувствуете себя на райском баунте в острове. С пинаколадой в руках. Если без шуток, такой песок более рассыпчатый и лучше ложится на ножку сэндбэга. Он как бы ее такой оп и обогнул или обжал. Короче, он лег. Также есть самый дорогой и брутальный вариант наполнения. Стальная дробь. Среди всех вариантов это прям люкс. Тяжелый люкс. Дробь при том же объеме намного тяжелее песка. Если наполнить дробью маленький мешок, то он будет весить даже тяжелее, чем большой мешок с песком. Я стал перед выбором. Чем лучше набить сэндбэг, обычный песок с какахами собак, кварцевый песок или дробь? Ту-ду-ду-ду-ду. Дробь. Найти дробь оказалось вообще непростой задачей. Мне предлагали купить либо тонну у завода, либо заказать на озоне. На озоне 2 килограмма стоило 1000 рублей. Я заказал 8 килограмм. Получилось около 4000 рублей. Люкс так люкс. Моей ошибкой было то, что я неправильно рассчитал объем. Набив мешок 8 килограммами дроби, я получил отличный вес. Он мне в принципе идеально подходил. Но по объему в мешке было слишком мало наполнения. И мешок выглядел как вялый шланг. Я должен был купить еще дроби. Еще дроби! Очень дорогой! Я же уже это начал. Не могу же я повернуть назад. В итоге я создал мотиво. Отличный тяжелый люксовый сэндбэггич за 6000 рублей. В целом мне показалось, что набить сэндбэг дроби было не самой умной идеей. Он получился даже слишком тяжелый и неприлично дорогой. Мне даже в какой-то момент показалось, что его было бы проще даже набить монетами. И это было бы дешевле. Стоп, стоп, стоп. Набить сэндбэг... МОНЕТАМИ? ВТБ, это Сьяна, здравствуйте. Мне нужно 2000 рублей по одному рублю. Я взял пакет. Беру банк! В двух банках я заказал 3500 рублей по одному рублю. Это равнялось примерно 11 килограммам металла. МЕТАЛЛ! Вы понимаете? Я сделал сэндбэг с баблом. Куча бабла держит кучу бабла. Просто послушайте этот звук. Это звон монет. Вообще, шутки в сторону. Надо подойти гораздо серьезнее к этому вопросу. И разобраться с научной точки зрения, чем лучше и выгоднее набить сэндбэг. Зритель должен знать. Он должен точно знать. Должны быть пруфы. Правильно? Правильно? Я же говорю. Для чистоты эксперимента я докупил еще 50 килограмм кварцевого песка. Это мне обошлось в 600 рублей. 50 килограмм 600 рублей. Еще донесли даже, в машину положили. Я даже вообще в этом не участвовал. Просто оп-оп-оп. В своем исследовании я выбрал два критерия оценки. Соотношение объема и массы. И второй критерий это цена. В одну и ту же тару поочередно я засыпал песок, дробь и монеты. Это нужно было для того, чтобы был один и тот же объем. Также для иллюстрации я еще залил воду. Так как обычно объем мерят в литрах. Я высчитал коэффициент объема и массы. У воды этот коэффициент равен одному. Поэтому мы будем сравнивать все с водой. Песок чуть тяжелее воды. В полтора раза. У монет коэффициент 3,5. А дробь почти в 7 раз тяжелее воды. Теперь про стоимость. Чтобы заполнить целиком мешок песком, я потратил 60 рублей. Дробью 6000 рублей. А чтобы заполнить сэндбэк монетами по одному рублю 3000 рублей. Давайте подведем итоги. Я сделал три премиальных варианта наполнения сэндбэка. Дробь. Самый дорогой вариант. У дроби малый объем по отношению к массе. Если набить мешок целиком, получится достаточно большой вес. У меня, например, получилось 12 килограмм. А Лизка пришла как. Не всегда такой вес удобно таскать. Нужен ли такой мешок в ежедневной работе? Это вопрос. Но задачи бывают разные. Песок. Песок это базовый вариант. Супер дешево. Но мешок лучше брать большой. Так. Вот у меня маленький мешок. Если его набить песком, то мешок получится слишком легкий. Сэндбэк с монетами по одному рублю. Я был весьма удивлен, что монеты при том же объеме в два раза легче дроби. Я, честно говоря, думал, что будет одинаковый вес. В то же время монеты в три раза тяжелее песка. Что делает монеты самым лучшим вариантом наполнения мешка? Монеты в меру тяжелые. Но не слишком как дроби. Бабло дешевле дроби. Два раза. Причем я еще шиканул. Я же еще мог по одной копейке заказать. Капец. Мое резюме это такое. Лучший вариант наполнения сэндбэка это монеты. Также еще есть момент, что это еще свэк. Это стиль. Это не просто так. Это как бы стилек. Свэк. Вы можете так скрутч макдак нырял в монеты и это пускать бабки. Это вот из той же оперы. Друзья, чтобы поддержать меня и выпуск новых видео, поддержите меня на Бусти. Подпишитесь и поставьте лайк. И не забудьте от души тереборькнуть колокольчик. Он вас оповестит о выходе новых видео. Также подпишитесь на мой инстаграм. Там много интересного, классного. Лайкайте, там вообще наводите суету. Будет хорошо. До новых встреч. Всем добра. Звон монет, если денег нет. Песок-мешок. Господи Иисусе, а. Звук х***ится. Камера пишется, гайка крутится, ловышка мутится. Я панк. Брутальность, мачизм. Мачизм. Что там с фокусом, кстати? Выпрямись, Володя. Я сделал алсенбэк с баблом. Дружья. Дружья.